Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. В регионе пройдет перепись населения. В следующем году Самара-СКАД займется подсчетом людей. Специалисты посетят жителей с 1 по 31 октября. К работе привлекут безработных, преподавателей и совершеннолетних студентов. Кроме того, будут предоставлены и сведения об организациях. В основном это касается УКЖ, СКАД, ТСЖ и расчетных центров. Данные должны помочь сотрудникам определить количество домов, квартир и лиц, которые там проживают. Также в рамках переписи планируют выявить и заменить устаревшие вывески и таблички с названиями улиц, номеров домов и квартир. В Самаре заработали новые правила маркировки молочных продуктов. Так, на упаковке или этикетке будет написано, что продукт содержит растительные масла, причем надпись должна быть контрастной по отношению к цвету поля. При этом жестких требований к оформлению цветовой гаммы этикетки и упаковки нет. Скорее всего, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью. Полный переход произойдет ближе к середине 2020 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности, такие как ультрапостерилизованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов. Уточнение правил маркировки может положительно сказаться на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественные молочные продукты возрастет. Самарский регион в лидерах в ПФО по заболеваемости гепатитом С, увы, но в зоне риска практически все. Это не обязательно наркоманы и хронические алкоголики. Вирус можно подхватить, например, во время нанесения татуировки. То есть вирус проникает через кожу или слизистую, также гепатит С передается половым путем и от матери к ребенку. Это очень коварный вирус, его обнаружить достаточно сложно, человек может и не подозревать о таком серьезном недуге. Главное вовремя поставить диагноз. Лечение в наше время эффективно выздоравливает до 100% заболевших. Людей лечат с помощью таблеток не более трех месяцев. И теперь, к сожалению, гепатитом С может заразиться любой человек. Почему? Особенностью гепатита С является то, что очень долго он имеет длительное латентное течение, и человек не знает о том, что у него есть это заболевание. Этот анализ не входит в программу диспансеризации, и, к сожалению, даже проходя ежегодно, мы не знаем о том, есть у нас гепатит или нет. Поэтому первое правило профилактики – это знать свой статус, так же, как при ВИЧ-инфекции. Человек должен сдавать кровь на гепатиты, это называется маркеры вирусного гепатита, и на ВИЧ-инфекцию. То есть знать статус по себе – это первая мера профилактики. Полчища тараканов, мухи, мыши и крыс одолевают жильцов по адресу Волгина, 106. Старенькая женщина фактически терроризирует весь дом, превратив его в рассадник насекомых и грызунов. Она устроила у себя дома помойку, носит мусор с контейнерной площадки. Как людям быть в этой ситуации, разбирались наши корреспонденты. Когда заходишь в подъезд дома номер 106 по улице Волгина, от отвратительного запаха аж дыхание перехватывает. Полу стилают живые и уже дохлые тараканы. Причина, как говорят жильцы, вот в этой нехорошей квартирке. В ней живет пожилая женщина, которая создала множество проблем для всех в доме. Вот на первом этаже, вот у него квартира, невозможно из мусорка таскает под две сумки и по ночам это мусор, что только там невозможно подъезд зайти. Что нам сделать? Мыши по всем квартирам бегают. Вонища в подъезде ужасная. Сейчас тараканы везде, даже по дому, сверх дома здесь, по улицам, и к нам везде лезут. И мыши второй год. Это, конечно, все оттуда. И куда нам обращаться, мы не знаем. Санэпидемстанцию или уже уговорили. Все говорят, что раз она собственница квартиры, то ничего с ней не могут сделать. Хозяйка тараканей фермы дверь нам не открыла и общаться не стала. Жильцы говорят, что разговаривать с ней бесполезно. Женщина реагирует агрессивно на все обращения. Да все тут стонут уже от этого. Вы знаете, сколько вывозили? Два КамАЗа у нее. Это год два назад. Окно выставляли. Привезли этого, привели этого участкового. Вот он здесь был и открывали вот здесь окна ее. Нет, в зале. И вывозили. То есть в отношении ее не было никаких мер принятых? Ой, да ей то штраф заплатили. Она заплатила тысячу рублей. Все. И больше ничего. Как быть в такой ситуации? Мы спросили у юриста. Могут ли жильцы как-то бороться с такой соседкой? Все сводится к тому, что мы приходим опять к тем пресловутым мерам наказания. Это обращаться участковому за фиксацией фактов и административным наказанием. Или обращаться в суд за возмещением убытков и возмещением морального вреда. Но суд это всегда долго. А вот участковый и административное наказание быстрее. Тут вопрос только административно-правовое наказание. Там штраф. Каких-то агрессивных мер без ее согласия у нас пока закон не предполагает. Так что жильцам придется жаловаться и жаловаться, чтобы соседку штрафовали и штрафовали. Наказывать рублем. Не заплатить она не сможет. Снимут с пенсии. И когда она осознает, что помойка в квартире бьет по кошельку, возможно и образумится. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Тарифы за проезд по платным дорогам в Самарской области вступят в силу 1 августа этого года. Но есть одно но. Пока дороги за проезд, по которым планируется взимать плату, еще не построены. Речь идет о строительстве моста через Волгу в районе села Климовка и о магистрали Центральная. Напомним, их хотят возвести на основе конституционных соглашений. Проект постановления о введении в Самарской области тарифов за проезд по платным дорогам прошло экспертизу. Разработанный Минтранспорт документ предусматривает установление тарифов для каждого вида транспорта. Автомобили разделили по группам в зависимости от количества осей и габаритной высоты. Подсчитана средняя зарплата в регионе. Самаростат поделился данными о доходах населения. Чуть более 38 тысяч рублей – средняя начисленная заработная плата работников. По сравнению с маем прошлого года она выросла на 7%. Самый высокий доход у работников сферы трубопроводного транспорта – порядка 150 тысяч рублей. В середине рейтинга – сотрудники здравоохранения и соцуслуг. Стабильно меньше всех зарабатывают на производстве одежды – около 9 тысяч рублей в месяц. Также стоит отметить, что средний размер пенсии в Самарской области – почти 14 тысяч рублей. Театрализованное шоу, исторические квесты и дегустация самарских продуктов. В областной столице прошел гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов-2019». О том, как это было в нашем следующем материале. Атмосфера купеческой Самары словно переносится на несколько веков назад. Открывает фестиваль. Костюмированное представление. Исторические персонажи – купцы 19 века. С атрибутами той давней эпохи. Проследовали от площади революции до улицы Льва Толстого. Отличное настроение. И такие праздники создают очень положительные эмоции. На улице Куйбышева развернулась ярмарка сыры, рыба, мед и многое другое. Самарские производители представили свою продукцию всех гостей фестиваля. Ожидали всевозможные ярмарочные развлечения, дегустации, интерактивы, розыгрыши, призы, лотереи и подарки. А юные самарцы встретились с героями сказок и мультфильмов. А также приняли участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников. Уличные артисты, корабейники, скомарохи, ходулисты, художники-шаржисты. Самарские коллективы представили свои творческие номера. Также все желающие могли познакомиться с историей нашего города. А на главной сцене фестиваля в свой профессиональный праздник были награждены работники сферы торговли. Я сегодня поздравляю работников торговли, ветеранов отрасли, молодых начинающих специалистов с профессиональным праздником, Днем работника торговли. В этой отрасли, в нашей области работает более 500 тысяч человек. Это самые многочисленные отрасли. Это 18% работающего населения. Высокая ответственность, профессионализм, компетентность. Все это влияет не только на качество обслуживания наших жителей, но и на качество жизни в нашем регионе. Для всех, кто интересуется историей Самары, организаторы подготовили театрализованные экскурсии и исторические квесты. Я считаю, что такие мероприятия для города очень важны, так как они воспоминают историю города. И младшее поколение, оно понимает, что раньше здесь были ярмарки, то есть, что здесь раньше не ездили машины, как сейчас, а ходили люди, продавали, покупали и все в этом роде. Гастрономический фестиваль ярмарка вкусов закончился поздно вечером. Не исключено, что он станет традиционным и будет проходить ежегодно. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Пожар на дамбе. Жигулевский ГЭС. 27 июля. При езде через плотину автомобиль «Форд» загорелся прямо во время движения. Он двигался с прицепом домом на колесах. В машине ехала семья с двумя детьми. Огонь быстро охватил автомобиль, но люди ее покинули. Никто не пострадал. Прицеп тоже успели отсоединить. А вот «Форд» сгорел полностью. Вызов МЧС поступил в 15 часов 20 минут. Автомобиль тушили 11 человек с помощью трех единиц техники. И о спорте крылья советов потерпели поражение в чемпионате страны. В гостях самарский клуб уступил Уфе. При этом у наших парней была возможность свести поединок. Хотя бы в ничью, увы, не получилось. Подробный отчет об этой футбольной дуэли в нашем следующем материале. Видимо, Уфе победа была нужнее. Хозяева поля в первом тайме выглядели лучше. Как результат, счет открыт уже на 21-й минуте. После навеса с правого фланга мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова головой отправил Даниил Фомин. 1-0. Спустя 4 минуты самарцы смогли отыграться. Сарджан Мияйлович получил мяч в метрах в 25 от ворот и нанес мощный удар. Мяч залетел точно в угол. 1-1. Нам уже вторую игру забивают дальними ударами. Ну, это значит, мы допустили эпизод. Где-то кто-то не доработал. В первую очередь. Соболи удали развернуться. Развил атаку. Да, и соперник хорошо удал. На 33-й минуте футболисты Уфы вышли вперед после подачи с угла поля. Точный удар головой в дальний угол удался Павлу Аликину. Отыграться Коррелицоветов уже не смогли. В итоге 2-1. Заслуженная победа клуба из столицы Башкортостана. Увы, но с верхней строчки турнирной таблицы российский премьер-лиги наши парни перебрались на 14-ю. Думаю, что игра была первым таймом равная с тем, что мне никакой остроту не создавали в городе Уфе. А Уфа создала два хорошие момента, из которых один она и забила. Но там пропустили мы тоже со стандарта, с углового. Следующий матч подопечный Меодрага Божевича проведут 3 августа на Самара-арене наша команда сыграет с московским локомотивом. Александр Семенов, СТВ. В Самарской области установилась прохладная погода. На Среднюю Волгу с севера опустился холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порыстый ветер и понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг, и в Поволжье установится прохладная погода, сообщают синоптики. Уже в ночь на среду в регионе местами ожидается до плюс 6 градусов. Но такая погода сохранится ненадолго. Снова ждем возвращения лета и солнца. Захват вооруженного преступника, передвижение по лесу, навыки выживания. Обучение школьников этой хитрой науки провели бойцы ОМОН Самарского управления Росгвардии. Такие встречи уже стали традиционными. Спецназовцы каждый раз придумывают что-то новое, чтобы детям было интересно. Как это происходит на практике, увидела и наша съемочная группа. Эти показательные выступления сотрудников ОМОН – часть всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией», которую проводят по всей стране. Бойцы спецназа приехали в гости к школьникам из Клявлинского и Шенталинского районов. Рассказать, а главное – показать, что такое спецподразделение и чем они занимаются. Первый год это было само по себе интересно, они показывали нам. Нам, как они первый раз приехали, нам было это очень интересно, потому что никогда такого не видели. И вот, каждый раз что-то новое. Вот в этот раз вот, захват террориста. В прошлом году они приезжали на своем броневике. Каждый год, когда они приезжают, все прямо ждут, сидят, когда они приедут уже. Когда их видят, у всех сразу появляется улыбка, все радостные. Потому что они знают, что что-то будет веселое и интересное, то, что пригодится в жизни. Здесь школьники изучают азы военного дела. Учатся жить в полевых условиях. Встречи с бойцами, регулярно участвующими в различных, самых сложных спецоперациях, очень важны для ребят, рассказывает ветеран Самарского ОМОНа Александр Бузеров. У них отношение с занятием резко меняется в наилучшую сторону. Результаты на порядок увеличиваются. Поэтому приглашение офицеров в спецподразделение, я думаю, продолжить. Потому что реакция детей очень-очень положительная. В этом году отмечают 100-летний юбилей со дня рождения прославленного оружейника Михаила Калашникова. Сотрудники ОМОН в живой и неформальной обстановке рассказали школьникам о его детищах, модификациях автоматов и пулеметах, стоящих на вооружении отряда. Школьники также стали участниками учебной спецоперации. Ребятам необходимо было отыскать и задержать злоумышленника, скрывающегося недалеко от их лагеря. Бойцы ОМОН объяснили детям, как правильно передвигаться по пересеченной местности, как работать в команде. В итоге с поставленной задачей школьники успешно справились. Под занавес всех ждала полевая кухня от росгвардейских кулинаров. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости ОСТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.